Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Хайнань, как известно, это такой остров, составляющий большую часть одноименной и самой южной провинции Китая. В нечайном плане Хайнань известен своими курортами и космодромом. В чайном плане этот остров известен своими чудесными чайными локациями, ранним зеленым чаем и еще несколькими интересными чайными специалитетами. И практически неизвестен за пределами Китая, конечно, своими лао-ба-ча. Что, впрочем, неудивительно. Лао-ба-ча – это феномен социальный и потребительский. Для знакомства с ним надо быть там, а мы главным образом здесь. Лао-ба-ча – это чайные, которые удивительно похожи на некоторые другие феномены потребительской чайной культуры, расположенные очень далеко от Хайнани. Для того, чтобы лучше понять, что такое лао-ба-ча, есть смысл в полной мере осознать такие явления, как английская tea room, среднеазиатская чайхана или русская чайная начала 20 века. Все эти форматы, несмотря на жесткую привязку к чаю в названии и практически обязательное присутствие чая в меню, специализированными чайными почти никогда не являются и не являлись. Тут будет уместна еще одна аналогия. В общепите вообще и в российском общепите в частности существует такое понятие, как кафе. Этимологически связанное с кофе. И кофе в кафе почти всегда присутствует. Но при этом на кофе в кафе свет клином не сошелся. Чаще всего в кафе можно полноценно поесть. Не так дешево, как в столовой, но и не так дорого, как в ресторане. При этом кафе бывают очень разными. Есть, например, кафе Березка в Пскове, бывшая во времена моей относительной молодости традиционным местом встречи контрактников с дальнобойщиками. А есть кафе Пушкин в Москве, которое, безусловно, является полноценным рестораном, но тоже как бы кафе. Ну и куча разных промежуточных вариантов, и все они кафе. Так вот, по своему формату и функциональности и английская тирум, и среднеазиатская чайхана, и классическая русская чайная начала 20 века ближе всего к кафе. С нюансами, конечно, но смысл ровно такой же. Во всех этих заведениях можно полноценно и не очень дорого поесть. И выпить чаю, но без особого романтизма. Если вы приедете в Алма-Ату или Ташкент в надежде посетить чайхану под саклями с чайханщиком, который готов вести долгие и мудрые беседы с каждым гостем, то вас ждет жесточайший облом. Я как-нибудь про этот облом напишу отдельно. А пока давайте вернемся в Китай, на остров Хайнань. Лао-ба-ча – это традиционная хайнаньская чайная, полностью аналогичная по функциональности среднестатистической среднеазиатской чайхане. Название лао-ба-ча по иероглифам переводится как «старый папа и чай». Термином лао-ба старый папа на Хайнане называют пожилых людей. Это близко, наверное, к русскому обращению отец по отношению к любому старшему мужчине. Ну а лао-ба-ча – это стало быть стариковская чайная или, если угодно, отцовская чайная. Такое название формат получил неспроста. Чисто формально лао-ба-ча – это недорогой общепит, столики в котором часто вынесены на улицу. Но так как заведения подобного рода распространены очень широко и каждая из них глубоко интегрирована в микросообщество того района или той улицы, где работает, основными клиентами лао-ба-ча являются ее соседи. А самыми основными – старики, которые приходят туда не только и не столько поесть, сколько пообщаться, и которые в значительной степени определяют характер работы стариковских чайных. Главной фишкой этих заведений считается их уникальная атмосфера. Спокойная, неторопливая и доброжелательная по отношению к любым клиентам. Говорят, что в лао-ба-ча можно несколько часов просидеть с одной чашкой чая, и никто не будет вам уже через 15 минут намекать на то, что надо или заказать что-то существенное, или проваливать. И да, существенное там заказать можно, разные еды там навалом. Неторопливость, инклюзивность и большое количество завсегдатов лао-ба-ча настолько ценятся, что сейчас поговаривают о том, чтобы включить стариковские чайные в список нематериального культурного наследия провинции Хайнань. Ну, потому что они создают совершенно уникальные стили питания и общения и являются частью культурной идентичности жителей острова. Ну, а теперь самое интересное. Лао-ба-ча – это относительно молодой феномен. Их появление на Хайнане связывают с культурными и экономическими связями острова с Гонконгом и Сингапуром, которые достигли особо высокой интенсивности в конце 19-го – начале 20-го века. Результатом этих связей стало заимствование – сюрприз – чайных в условно-европейском стиле, основанных на черном чае, часто с молоком, и кондитерских изделиях. Первые такие чайные на Хайнане были пижонскими и дорогими, позволить их себе могли очень немногие. Начиная с середины 20-го века стариковские чайные демократизируются, их условно-европейский стиль все больше и больше размывается. И к концу 20-го века они полностью меняют свой формат и трансформируются в недорогие заведения с полным набором традиционных китайских блюд, с китайским чаем, причем часто местным, и в китайском же стиле. Когда появилось название Лао-ба-ча, мне выяснить не удалось. Но вообще, конечно, это совершенно замечательный пример чайного формата, который стилистически развивался от запада к востоку, а не наоборот, причем на востоке. Это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!